До 2015 года, до 18 лет был он ребенком-инвалидом. Признавался на очередном МСЭ в 2015 году, в день его рождения, 28 апреля, у нас проходит медико-социальная экспертиза. После результатов этого МСЭ является инвалидом моего сына не признают. В УФУ мы не поехали, подали. Я написала заочно, потому что я уже знала, что и УФИ откажут. Да, и УФА присылает отказ. В Москву. Он лежал на обследовании, как раз нам уже операция, и мы отправили документы в Москву, МСЭ Москвы, уже в главное бюро. То есть мы столько этих МСЭ прошли, столько нет. Я ждала, думаю, ну Москва, наверное, уже сейчас примет решение. И Москва нам отказывает. Это видео под названием «Когда чиновники наконец перестанут быть бездушными» Татьяна разместила в социальных сетях в июле этого года, уже после продолжительного хождения по многочисленным инстанциям. Этим же летом на проблему обратил внимание главный судебный пристав Башкортостана Зариф Байгускаров. В рамках рабочего визита в Кумертау он пообещал разобраться в проблеме. Отменили решение Кумертауского суда. И решение было вернуть на новое рассмотрение. То есть я думаю, что в новом рассмотрении будет в нашу пользу. Я так считаю. Очень много нарушений, как сказали судьи в Уфе. Чьи действия стали причиной отправки дела на пересмотр, Татьяна с точностью утверждать не берется. Но в том, что дело с мертвой точки все же сдвинулось, она совершенно уверена. Мне кажется, любая мама в такой же проблеме, в такой серьезной ситуации, в которой оказались мы, любая мама поступила так же, как и я. Я просто благодарю Бога, что он нашел мне вот такого человека, как Зариф Закирович.